С 11 по 16 марта по многолетней традиции в Омском центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике состоялся чемпионат Сибирского федерального округа. Сильнейшие спортсменки из Омского, Новосибирска, Красноярска, Забайкальского края и других сибирских регионов соревновались за награды по программе мастеров спорта. В многоборье выступили более 60 гимнасток. Самый многочисленный десант художниц пожаловал из Иркутской области и Алтайского края. Соревнования Сибирского федерального округа – это возможность проявить себя и показать свое мастерство и грацию перед чемпионатом России. Сейчас это, скажем так, для нас всех все равно это домашнее соревнование, потому что это дома у нас в Сибири. Сейчас будет сформирована сборная команда Сибирского федерального округа, которая будет участвовать в чемпионате России. И там наша команда поборется за призовое место. Очень хорошо вошли во взрослую, так сказать, компанию омские девочки, которые только что с молодежной программы, теперь на взрослую. Это и Данильчук, и Гренц, и Патьева. В числе сильнейших претенденток на попадание в сборную Сибирского федерального округа уже который год – наши омские гимнастки. Кристина Дынина, мастер спорта международного класса, входит в состав сборной России. Омская спортсменка восстановилась после полученной травмы и готова показать свою спортивную форму. Я рада, что я не развалила сегодня ни один бит, что не было грубых и больших потерь, как в предварительных. Я мяч за площадку уронила. А в остальном повороты отстают, элементы тоже надо подтягивать, ну и форму проходить. Сейчас после СФО будем готовиться к России, наверное, к чемпионату России в середине апреля. Нужно подойти к этому очень серьезно. Приглашаю к президенту Шмакова, чем СФО. Оценка Кристины Дыниной – 17,817. Это хорошая оценка? Не совсем. По сложившейся традиции на сибирских соревнованиях всегда идет бескомпромиссная борьба между главными конкурентками – омскими грациями и иркутскими. В этом году в индивидуальной программе иркутская спортсменка Екатерина Веденеева опередила амичку Викторию Данильчук и по праву завоевала чемпионское звание. Конечно, они являются одними из сильнейших, но не то чтобы приятно. У нас кто сильнее, тот и победил. В этот раз оказалась сильнее я. Результатом я довольна. В принципе, мы к этому результату шли, так как в том году мы заняли второе место. В этом году надо было как матч-реванш выиграть. Поэтому цель у нас была, мы ее достигли. Конечно, ошибки были, есть над чем работать. Гордое звание чемпионок Сибирского федерального округа по художественной гимнастике 2016 завоевала команда Омской области. На втором месте – иркутские гимнастки. Третье место почета заняла команда Новосибирской области. Больше они не конкурентки, а одно целое. Свою слаженность и грацию сборная Сибирского федерального округа продемонстрируют на российских соревнованиях. В состав команды отобрались 8 омских гимнасток. Насколько успешно выступят сибирячки, выяснится на чемпионате России в городе Сочи, который пройдет с 12 по 17 апреля.